Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты? Саша, я тебя так рада видеть. Я уже не думала, что мы когда-нибудь встретимся. Что с тобой? Здесь ДТП. Стрепетова Богданова Бориса у нас была машина. Почему мне сразу не сказали? Что у тебя болит? У меня ничего не болит. Я сейчас уйду. Не беспокойся. Не говори глупости. Я обязан тебя осмотреть. Пожалуйста, дайте мне воды. Мне очень хочется пить. У тебя голова кружится? Чуть-чуть. Но не беспокойся. Это пройдет. Я сейчас уйду. И больше тебя не потревожь. Нет, это никуда не годится. Если мы будем продолжать в том же духе, мы будем работать в убыток. Кто мне объяснит, что происходит? Лариса Семеновна, но вы же все сами видите. Нет посетителей, нет выручки. Но они же были. Куда они делись? Я не понимаю, что им нужно. Не знаю. Люди хотят новых ощущений. А у нас уже несколько лет ничего не менялось. Лариса Семеновна, я хотел бы с тобой поговорить. Сейчас? Да. Но не здесь. Мы можем спуститься в кафе. Хорошо. Сколько ждать сидело? 15 лет. 15 лет. Господи, как быстро бежит время. 15 лет, как один день. Прошлое забыто. Настоящего нет. Лучшие годы жизни прошли мимо. Ни денег, ни детей, ни семьи. Это хорошо, что ты купила мой ресторан. Кто-то все равно бы это сделал. Нет. Это очень хорошо, что сделала именно ты. Потому что, если бы ресторан попал в чужие руки, я бы расстроилась. Ира, может, тебе нужны деньги? Я могу одолжить. Лариса, мне нужны деньги. Но я бы хотела строиться на работу. Я не понимаю, ты что, хочешь работать у меня? Ты прости, я тут услышала твой разговор с персоналом. Вижу, тебя необходим, хороший управляющий. Вспомни, при мне ресторан процветал. Я даже не знаю, что тебе сказать. Ларис, милая, ну что нам с тобой делить? Ты добилась всего, чего хотела. А я у разбитого корыта. Ну, хорошо, я подумаю. Здравствуйте. Вы к кому? Максим Леонидович, вы ж ты меня не помните. Я Люся, дочь Аллы Бориса. Петрушкиных. Люся, вы очень изменились. Да вы просто меня пять лет не видели. Я у дедушки с бабушкой жила. Ну, тогда все понятно. Чем могу помочь? Проходите. Спасибо. Дело в том, что я поступаю в медицинский. И моя мама сказала, что у вас есть очень хороший учебник по химии. И мне бы он сейчас очень пригодился бы. Есть, но он на работе. Могу посмотреть. Правда? А давайте я вот сама к вам за ним заеду в больницу. Давайте. Почему нет? Ага. Да. Хорошо. Ну, я пошла. До свидания. До свидания. Ты совсем не изменилась. Режим благотворно сказывается на фигуре. Я недавно освободилась. Если бы не эта случайность, мы бы с тобой не встретились. Подожди, как недавно? Тебя же осудили на пять лет. Ты уже давно должна была выйти. Если бы пять лет. Пять. Я отсидела за свое преступление еще десять по ложному обвинению. Я не знаю, на чем. Почему ты мне не сообщил? Я бы помог тебе. Не посмела. Саш, я столько глупостей натворила. Я столько боли тебе причинула. Перестань, перестань. Прости меня, пожалуйста. Я уже давно забыл и простил. Спасибо. Ты не представляешь, как для меня это важно. Так, все-таки расскажи, что с тобой сегодня случилось? Ну, я пошла на могилу к маме и папе. А после этого я ощутила такое отчаяние. И я захотела прекратить эти вечные мучения. Значит, ты сама бросилась под машину. Понимаешь, я осознала, что я совсем одна в этом мире. У меня нет друзей, все от меня отвернулись. И меня охватило такое отчаяние. Обещай мне, что ты больше этого не сделаешь. Обещаю. Я уже взяла себя в руки. Тем более, встретила тебя, и это дает мне силы. Спасибо тебе, Саша. Я не хочу тебя больше задерживать. Саша. Я не Nerd. Я не хочу больше. Ритуля Если это снова она, меня нет дома Слушаю Здравствуйте Позовите, пожалуйста, Андрея Андрея, а его вроде нет дома Да, он куда-то вышел Передайте ему трубку, пожалуйста Я знаю, что он дома Вы врать не умеете У вас голос выдает Что значит, я не умею врать Так, девушка, вы не грубите меня, пожалуйста Настырная какая Слушай, ну может, поговоришь с ней Она ведь таки будет звонить Мне не о чем с ней разговаривать Саша Пока мы не расстались с тобой навсегда Я хотела тебе сказать Что? Что ты хотела сказать? Ты идеальный мужчина И твоей жене очень с тобой повезло И встретив тебя через столько лет Я поняла, сколько глупостей наделала Это я виновата, что мы не сохранили нашу любовь Ладно, я пойду Подожди Подожди Дай мне свой номер телефона Зачем? Я позвоню, чтобы узнать, как ты Ты занятой семейный человек Ты завтра обо мне забудешь А я буду надеяться Я не забуду, я твой лечащий врач Я должен знать, как ты себя чувствуешь Дай номер Саша Только никому не говори, что мы с тобой виделись Почему? Я не хочу сталкиваться с прошлым Мне очень стыдно Вы, наверное, очень счастливы с Ларисой Ты удивительный мужчина Тебя невозможно не любить Что происходит? Я не понимаю Почему он не отвечает на мои звонки? Я думаю, он из тех парней Которым нравится, когда за ним девушки бегают Да нет Нет Ну, Андрюша, он не такой Почему-то он твой Ну, как почему? Потому что Хотели мы пожениться Потому что Все было замечательно Вот и потом его Как будто околдовал кто-то Что с ним могло произойти? Ладно, не раскисай Да, что-нибудь придумаем обязательно Через пару дней В теннисном клубе моего дяди Будет турнир Ход только по пригласительным И Андрей там участвует Я видела его имя в списке игроков Послушай Достань мне билет, а? Пожалуйста Ладно, сейчас позвоню дядю Артуру Я думаю, он мне не откажет Привет Ты только вернулся? Не понимаю, смысл сидеть допоздна В этой убогой больнице Да еще и за копейки Лариса, я врач Не бухгалтер Я не могу уйти, пока меня ждут пациенты Понятно Ничего нового я не услышу Заметь, ты мне еще не сказала Ни одного доброго слова Саш, ну я просто высказываю свое мнение Твое мнение я давно знаю Я понимания хочу Понимания? Саша, поговори с Катей Она стала мясносной Девушка, девушка, девушка Стойте, стойте Вы к кому? Анна Петровна Ну вы что, меня не узнали? Ну Люсия Петрушкина Дочь Аллы и Бориса Ой, Господи Люсия, ты что ли? Ну надо же, как ты Ты повзрослела Я б тебя не узнала Да и никто ее не узнает А ты кому? А я к Максиму Леонидовичу Он сейчас у себя? Нет, он в клинике Да, уже целые сутки дежурит Сутки? Да А что ты удивляешься У него профессия такая Врач Больных не интересует Спал врач или нет Он им нужен днем И ночью Зимой и летом Потрясающе Вы знаете, я им восхищаюсь Вот что значит Настоящий профессионал Ну что, он не просто профессионал Он врач от Бога А знаете, я вот тоже врачом хочу быть А ты что? Угу Будешь в медицинский поступать? Да, готовлюсь Молодец какая Доброго пути тебе в этом Вы знаете Максим Леонидович, он Он мой идеал Я хочу быть такой, как он Ира Я подумала и решила взять тебя на работу Ресторан сейчас переживает не лучшие времена И твой опыт администратора Может мне пригодиться Ларисочка, спасибо тебе огромное Вот увидишь, я тебя не подведу Подожди Или как тебя теперь называть? А вы по имени-отчеству? Ты же теперь моя начальница Ну нет, ну что ты Это слишком Хотя и фамильярности я не потерплю И запомни Нельзя кусать руку Которая тебя кормит Доброе утро, мам Ты не забыла, что у меня сегодня турнир? Доброе утро, Андрюш Конечно я помню Я обязательно буду Я тебе пригласительный выписал Ты Максиму сама позвонишь или мне это сделать? Нет, не надо его беспокоить Слушай, а почему он перестал нас бывать? Он обиделся Он не хочет со мной разговаривать Ведется как ребенок Удачи, ребенок Спасибо Место инфекционного больного в инфекционном отделении А вы определили его в травматологию Пропустите Это вам еще повезло, что он никого не заразил Идите А вы, пожалуйста, проконтролируйте, чтобы там все продезинфицировали Конечно, Максим Леонидович Кто у нас приемным? Молодой парень таджик На прошлой неделе вырезали аппендикс Сейчас у него осложнение Температура 40 Жалуются на острые боли в железе Ясно Я им займусь, наверное, и серьезно Здравствуйте, Максим Леонидович Илюсь, я сейчас занят Про справочники я помню О, вы знакомы? Да, немного Когда-то давно он был мужем моей мамы Значит, мог бы быть твоим папой Да, действительно Хорошо, что все-таки он мне не отец Не нравится тебя, да, Максим Леонидович? Да нет Как раз наоборот То есть вы предлагаете сделать акцент на экзотику? Нет На средиземноморскую кухню Помидоры, чеснок, специи Оливковое масло Натуральные продукты И самое важное Большие порции Да Здравствуйте Я могу вам чем-то помочь? Какие-то проблемы с обслуживанием? Да нет, я искала маму Это Катя, дочь Лариса Семеновна Максим Леонидович Максим Леонидович, я должна вам кое-что очень важное сказать Да, слушаю Вы знаете, я видела, как вы работаете Как спасаете людей Вы настоящий герой Если я когда-то полюблю кого-нибудь То только такого мужчины, как вы Ясно Но Я-то уже старенький Так что Но возраст не имеет значения Если бы я могла, я бы влюбилась в вас хоть сегодня Сегодня не стоит К тому же я не высыпавшийся, уставший и злой, как собака В другой раз А справочник вы для меня взяли? Справочник забыл Сейчас возьму Да, мам Да, да, бегом Извините, Максим Леонидович Я совсем забыла Мы сегодня с мамой идем к детью Наташ Давайте на часочек прервемся Вы подумайте над тем, что я вам сказала И внесите свои предложения Хорошо, Ирина, это Катя, присаживайтесь Меня зовут Ирина Я новый управляющий ресторана Ваша мама взяла меня на работу Мы с ней старые знакомые Правда, что ли? На работу у вас непочатый край У мамы постоянно с рестораном Какие-то проблемы и убытки Ну, ничего, я справлюсь У меня огромный опыт в ресторанном бизнесе Это хорошо Мы с дедом и папой постоянно И говорили, чтобы она взяла Опытного человека для ведения дел Ну, наконец, послушалась Знаете, вы извините Мне пора на теннисный турнир О, вы играете в теннис? Нет, не я Один близкий мне человек Ну, тогда не смей вас задерживать Очень приятно было познакомиться Мне тоже Да, будете в наших краях И заходите на чашечку кофе Обязательно До свидания М-да Совсем на мать не похожа Наталья Ивановна А если я кончу медицинский Вы возьмите меня к себе на работу? Поступи сначала Вообще такая ситуация Не знаю, что делать На бесплатный Медицинский поступают Только по большому-большому блату А на платный так дорого Мне кажется, мы с Борей не потянем Просто А вы за деньги не переживайте Если Люся сдаст вступительный экзамен Я оплачу ее учебу Наталья Ивановна, спасибо 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 Люся, успокой Боже мой, это же моя самая-самая заветная мечта Успокойся, Люся Я так хочу быть врачом Боже мой, ужас Ой, боже мой Мне же нужно бежать Ой, извиня Андрей сегодня в соревновании Наташ, мы тебя задержали Люся, давай, давай Не задерживай Спасибо вам большое До свидания Наташенька, счастливо Все, давай, пока Максим Леонидович Максим Леонидович Вы не представляете Вы не представляете Такое произошло Боже, как я счастлива Наталья Ивановна пообещала Оплатить мне обучение в медицинском Ну, раз пообещала Значит, сделает Она человек слова Да Я так счастлива Вы не представляете Я самый-самый счастливый человек на свете Люсь Вы не рано ли радуетесь Может быть, как-то Для начала поступить в институт Будет сдать экзамены Я не знаю Я сдам Все экзамены И лучше всех Я буду днем и ночью готовиться Ну, а как вы считаете Какими качествами Должен обладать настоящий врач? Мне кажется Настоящий врач Ну, это, наверное, тот Который Может чувствовать Простите меня Эту банальную фразу Свою боль, как чужую Но при этом Сохранять холодный разум И, наверное, тот Кто может пожертвовать Своей жизнью Ради пациента Вы знаете, Максим Леонидович Я вот поняла Почему моя мама Так сильно была вовслюблена Я думаю, это по наследству передается Ким Сэг Матч Бондарчук Поздравляю вас Я этому горжусь Спасибо Господа, позвольте, позвольте, позвольте Разрешите Мои подпоздравления Чемпионов Бывший Деньфист И самоделец этого клуба Должен ты, знаете, редко можно уметь Такую уверенную игру В столь днём возрасте Вы у нас в клубе никогда раньше не бывали? Нет, я здесь впервые Ну, что ж, позвольте мне вас Украсть у вашего сына И представить нашим гостям У нас сегодня слитки общества Хорошо, пойдёмте посмотрим Сливки общества Спасибо, ребят Спасибо Анна Петровна Здрасте Вы мою Люсю случайно не видели? Случайно видела А она у Максима Леонидовича Как у Максима Леонидовича? Что он там делает? Вопросами принимает Человек с ночной смены вернулся Она ему отдыхать не даёт Разрешите? Спасибо за игру И с победой Ребят, извините, пожалуйста Мне нужно идти Спасибо огромное Чего стоишь? Давай, беги, пока он ордил Бегай, бегай Так ты ему быстро надоешь Так Здрасте, Максим Я не поняла, что ты тут делаешь, а? Максим Леонидович Я просто пришла к нему в гости Я не понимаю, что не так Ты не понимаешь, да? Мне тут говорят, что ты ему вообще жизни не даёшь Что он из-за тебя после работы отдохнуть не может Аллочка, присядь, пожалуйста Чего ты кричишь? Что случилось-то? Мне абсолютно никак не мешает это Так, Максим, ты слишком добрый, понимаешь? Она берёт, этим пользуется Вместо того, чтобы людям, взрослым, морочить голову Помогла бы мне в салоне Пойдём Всё, этого больше не повторится Извини, Максим Алла Привет Я пришла тебя поздравить с замечательной игрой У твоего соперника не было ни единого шанса Это всё? Нет Ну, говори быстрее, я в душ собирался Я хотела спросить тебя, что происходит? Почему ты меня избегаешь? А ты не понимаешь, нет? Ну, у нас же всё было хорошо И тут ты вдруг стал совершенно чужим человеком Хорошо, я скажу Может, это прозвучит жестоко Но ты, Катенька, мне совершенно неинтересна Ты же говорил, что любишь меня Неужели можно вот так разлюбить Вот так, в один момент Нет, не люблю И никогда не любил Уходи Уходи, уходи И не приставай больше ко мне с такой чепухой Давай Ну, чё, чё Так надо Господа, минуточку внимания Позвольте мне вам представить Очаровательную мать нашего чемпиона Спасибо Наталья Ивановна Здравствуйте Можно вас на минуточку? А ваш сын такой чудесный юноша Мы с мужем так за него переживали Господа, минуточку внимания Подойдите, пожалуйста, поближе Наталья Ивановна Стиль игры, манера Андрея Произвели на меня огромное впечатление У него, я думаю Конечно Большое будущее в спорте Я надеюсь Спасибо Извини, пожалуйста Я думал, это опять Катя Я, кажется, не вовремя А что, она тебя так сильно донимает? Да я вообще не понимаю Как она попала на турнир Это же закрытый клуб Сюда билеты не продаются Это я достала ей билеты Извини, я просто не знала, что ты ее избегаешь Я думаю, у вас отношения? Были, но сейчас все прошло Ты такой напряженный Давай прогуляемся, и я тебе клуб покажу Ну хорошо Ну а я сначала переоденусь Все в порядке? Да Спасибо Когда подаешь заказ, стой прямо И не сутулься Предлагать меню нужно в развернутом виде Стоять слева от клиента, понятно? Наде вас только поднабирали Привет А ты что, маму ищешь? Она сегодня не приходила Я никого не ищу Можно я у вас лето здесь в уголочке посижу тихонько? Мне нужно одной побыть Да, конечно Что-то случилось? Ну неплохо Слушай, а чем занимается твой дядя? У него крупный гостиничный бизнес Два десятка отелей по всему миру Круто Наверное, много путешествует, да? Да, постоянно в разъездах Из этого у него личная жизнь не складывается Недавно развелся Скажи А ты сильно влюблен в Катю? А я не влюблен в Катю Это хорошо Тогда ты не станешь ее очередной жертвой Какой жертвой? Ну, у Кати такая тактика Она сначала влюбляет в себя парня А потом включает игнор И наблюдает за тем, как он из-за нее мучается Я никогда не поверю, что Катя на такое спасла Ну какой мне смысл врать? Я о Кате знаю давно Она не раз проделала при мне такие фокусы Сначала преследует, строит глазки Клянется вечной преданности А потом, когда парень по уши влюбляется Бросает его У нас с Андреем все было замечательно Мы даже о свадьбе думали А потом оказалось, что у наших родителей какой-то давний конфликт И все пошло наперекосяк Он резко от меня отдалился И я даже не представляю Как мне жить дальше Я же его люблю Да Я так понимаю, что твой жених никогда не устроит твою маму Девочка моя Ну Мама не всегда бывает права Ты должна бороться за свою любовь Да, ну как? Идти до конца Даже если в какой-то момент твой избранник откажется от тебя А хочешь, я тебе расскажу, как вести себя с мужчиной Которого ты действительно любишь? Привет Привет Ну от Наташи Как успехи? Андрей разбил своего соперника в пух и прах А я Вознакомилась с очень интересным человеком Очень интересным, Мериточка Очень Обычный денежный мешок Стоп, я не понимаю, о ком вы говорите Об Артуре Владелец клуба, в котором проходил турнир Человек с широких взглядов Пожил в разных странах Очень интересный человек Конечно Это тебе не врач из больницы скорой помощи А я вижу, ты не в духе Андреич, что с тобой? Что, устал? Нет Так а в чем проблема? Грустно мне, Рита Грустно, одиноко А, понятно Ну, а та девушка, которая звонила тебе постоянно, была на турнире? Да, была Но с ней у меня все Что, поссорили, что ли? Да нет Так а в чем дело? Просто я понял, что мы не подходим друг к другу Да, слушай Кать, ты еще не спишь Я знаю, что это будет неприятно слышать Но я, как лучшая подруга, должна тебе открыть глаза У меня только что был очень серьезный разговор с Андреем И он сказал, что ты его больше не интересуешь И что ваши отношения были ошибкой И это все было несерьезно Что, прям так и сказал? Да Догадываешься от кого? Мне кажется, догадываюсь А, сейчас посмотрим Надеюсь, цветы поднимут вам настроение И весь день вы будете радовать окружающих своей очаровательной улыбкой Той улыбкой, которая сразила меня Артур Сразу видно Изысканный кавалер Опа От кого цветы? От Артура И что ему надо? Ну какой ты злой Твоей маме подарили цветы Ну что в этом плохого? А что здесь хорошего? У моей мамы, Реточка, есть мужчина Который ждет ее столько лет Что принимать цветы от кого-либо другого Как минимум странно с ее стороны Так не бывает Два человека встречаются, любят друг друга Им хорошо вместе Они даже собираются пожениться А потом все, раз И в один момент заканчивается Я не могу в это поверить Не поверю Я все равно тебя буду любить Что бы ты ни говорила Меня очень беспокоит моя Люся Ты не поверишь Она влюбилась в Максима В Максима? Почему ты так решила? Да я почувствовала Я ей запретила ходить к нему в общежитие Так она мне такой отпор устроила Ну Вообще В ее возрасте девочки Часто влюбляются во взрослых мужчин Да, но у меня в голове не укладывается Моя дочь влюблена в человека В которого влюблена я Была Хотя я до сих пор в себе не уверена Иногда гляжу на него и думаю Эх В каком смысле? Думаю Начать бы все сначала Я думаю, что у Люси это скоро пройдет Ну, ты понимаешь Юношеская влюбленность Ой, не знаю Ой, не знаю У меня же не прошло Богдан Привет Это я Я звоню узнать, как ты себя чувствуешь Не очень А что тебя беспокоит? А Настроение не очень Да Послушай, не мешало бы, если бы ты приехала бы в больницу на осмотр Ну, если не занята, прямо сейчас Я как раз на дежурстве Приезжай Все будет хорошо Говори с ней, пожалуйста Спасибо Алло Вам понравились мои цветы? Да Спасибо А как вы узнали мой адрес? Ну Учитывая, что вы одна из самых известных персон в нашем городе Узнать ваш адрес не составило никакого труда Предлагаю поужинать сегодня вместе Хорошо Давайте поужинаем Подъезжайте к институту в семь А выбрать ресторан за вами Спасибо До встречи Да, входите, открыто О! Привет, Андрюх Здорово Ну, как дела? Как турнир? Выиграл Молодчина, я в тебе не сомневался Проходи Спасибо Кушать будешь? Нет, я не голоден Слушай, я на самом деле хотел пригласить и тебя, но Мама сказала, что вы поссорились Как она? Нормально Возле нее весь вечер крутился один Владелец Гостиниц по всему миру Наглый, самодовольный тип Слушай, ну, если честно, мне все равно И потом, мама взрослого человека Она сама знает, что ей делать А ты? А что я? У нее своя жизнь У меня своя Так что То есть ты хочешь сказать, что между вами все И вы не женитесь? Послушай, Андрюх Не любит меня твоя мама Я столько времени ждал Надеялся И что? Ждать еще столько же Мне кажется, бессмысленно и глупо Мне кажется, вам все-таки стоит встретиться и просто поговорить Не думаю Мне кажется, будет еще хуже Увижу ее, опять все начнется Так что лучше не встречаться Не туго? Нет, отлично Нальхаш Потому что у тебя золотые руки Какие у тебя сегодня планы на вечер? Мы могли бы сходить куда-нибудь поужинать Я как раз заканчиваю дежурство Я бы с радостью, но Прости, я не могу Почему? Потому что ты женат И нас могут увидеть Ваши знакомые Рассказать Ларисе А я не хочу разрушать семью Мы просто поужинаем Как старые добрые знакомые В этом нет ничего плохого К тому же моей жене совершенно Все равно Где я с кем провожу время Вы поссорились? Богдан, это другое Мы уже даже не ссоримся Я согласна Давай поужинаем вместе Я не могу в это поверить Не могу Что Андрей просто взял Вот так вот и разлюбил меня Он тебя так ведет Потому что у него Видимо есть какие-то причины Просто я не знаю Какие Но я должна узнать Должна понять его Слушай, нечего тут понимать И вообще перестань его оправдывать Он подло поступил с тобой Ну я не знаю Забудь Ну закрути роман с другим парнем Кстати, ты так снова привлечешь его внимание Ну пускай немножко помучается Поревнует Я не буду с ним играть в эти игры Это подло и непорядочно Ну плюнь тогда Не могу Интересно, что было бы, если бы твоя мама обо всем об этом узнала О том, что у вас все так далеко зашло И что вы даже были шнехом и невестой Мне даже страшно представить себе что Только ты не проболтайся Ну конечно И я умею беречь Чешие секреты Ну что? Как там наш юноша Из Таджикистана? Ой Ну Состояние стабилизировалось Ну хорошо Чай будешь? Да Нет, я думала, такое бывает только в анекдотах Забыть зажим в животе у пациента Черный? Черный Что у них там с медициной в этом Таджикистане? Ну Врачей у них не хватает Мой однокурсник Анзур Сейчас в Душамбе работает Так говорит Они в операционной Возьми сахар, пожалуйста По 10 часов из операционной не выходит Я думаю, с этим парнем так же Просто от усталости Да Прошло А вы? Тоже тот еще трудоголик Сидите тут на работе Без еды, без сна Да Точно Кстати, сегодня я еще даже не ел ничего Ну вот А так хочется мяса Слушайте А давайте с вами в ресторан сходим Нам аванс выдали В ресторан? Да А давайте Ларочка, почту принесли Спасибо, Валентина Степановна Я посмотрю Вот времена пошли Когда-то в этом клубе играл в теннис Президент страны А теперь сын этой полотерки И она сама тут как тут Такое теперь у нас высшее общество А я эту женщину Вчера в клубе видела С ней губернатор за руку здорового отца Наталья Ивановна Бондарчук Одна из самых успешных женщин в городе Я не понимаю, почему ты ее называешь уборщицей Катюша, эта твоя Наталья Ивановна Случайно выбилась в люди А на самом деле она деревенская дура Как и ее сын Андрей, между прочим, твой племянник Пусть и не родной Послушай, Катя И запомни раз и навсегда Никакой он мне не племянник Он вообще неизвестно кто Не понимаю, за что ты их так ненавидишь Когда-то эта женщина и ее сын Сломали жизнь дяди Диме Они пытались проникнуть в нашу семью И претендовали на дедушкино наследство Но это неправда Замолчи Я больше не желаю об этом говорить Если ты хоть раз Произнесешь его имя в моем доме Я буду расценивать это Как неуважение ко мне К твоему отцу И к твоему деду Ясно? Удивительное чувство Как будто и не было всех этих лет Да, замечательное было время Столько надежд, ожиданий И все пошло прахом Перестань У нас вся жизнь впереди Да, кстати Что ты будешь делать на уходных? У тебя уже есть какие-то планы? Нет А что? Я хотел Продолжить встретиться Прости Я не могу Это невозможно Что-то не так? Тебе не понравился вечер? Очень понравился Саша, я боюсь Я боюсь снова влюбиться в тебя Это неправильно Прости Мне нужно идти Не провожай Очень уютный ресторан Правда? Один мой знакомый Вчера заходил сюда И остался Доволен Он рекомендовал Это место Как идеальное Для первого свидания А у нас с вами Первое свидание Да И, надеюсь, не последнее И, собственно, Очень хорошо Добрый вечер Добрый Вы заказывали стулья? Нет А что, нужно было? Пожалуйста, проходите Присаживайтесь Спасибо Я здесь присяду Да, конечно Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин